Реформы, инициированных главой государства, позволяют абитуриентам получать высшее образование, несмотря на их финансовое положение. В частности, для девушек, обучающихся в магистратуре, доступна льгота в виде полного покрытия средств для оплаты контракта. А для студентов на бакалавриате доступен беспроцентный кредит. Подробности в материале далее. Образованная девушка – это достояние семьи и общества. Ведь, воспитывая своих детей, она переносит свой интеллект, растит их в атмосфере превалирования знаний и стремления к их получению. В целом, это позитивно сказывается и на роли женщин в государственном и общественном строительстве, на формировании незыблемых ценностей и человеческих качеств. Почти половина населения республики – это представительницы прекрасного пола. И для того, чтобы они могли получить возможность продолжить обучение в высших учебных заведениях, по инициативе главы государства создаются новые возможности. Значительно увеличены дополнительные квоты на поступление в ВУЗ. Кстати, в этом году 517 тысяч девушек сдавали экзамены. Но что скрывать, для многих родителей актуальным остался вопрос оплаты учебы по контракту. И здесь государство пошло навстречу. Если для поступивших на бакалавриат по контракту предоставлены льготные кредиты, то отныне девушки, прошедшие на магистратуру, вправе рассчитывать на покрытие оплаты за обучение за счет государства. Когда мы узнали, что выдаются беспроцентные кредиты на оплату контракта, мы были очень рады. Потому что в целях получения высшего образования моей внучкой мы сможем воспользоваться данной льготой. За это хотим искренне поблагодарить нашего президента. Подобным методом субсидирования могут воспользоваться также поступившие магистранты Академии Государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, Академии Генеральной прокуратуры, Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности, а также Банковско-финансовой академии. У людей рождается множество вопросов касательно объема оплаты контракта, обучающимся на магистратуре. Если контракт будет 10, 20 или 40 миллионов, неважно, сумма, заключенная в контракте, именно она и будет покрыта за счет государства. Очень важно, что льготы распространяются не только на государственные вузы, но и на частные и зарубежные университеты и институты. Эти девушки, безусловно, в ближайшем будущем проявят свою активность и жизненную позицию в формировании нового общества нового Узбекистана, когда их достойное место в процессе государственного строительства будет иметь большое значение.